Рабочая группа при участии парламента региона трудится над выяснением обоснованности тарифов на тепло и электричество в крае уже не первую неделю. Чтобы лучше понимать, откуда берутся такие суммы, депутаты отправились на Читинскую ТЭЦ-1. Осмотр начали снаружи. Объем угольного склада у нас составляет 220 тысяч тонн. На сегодня остаток на складе у нас 120 тысяч тонн. Сердце станции, турбины и котлы парламентарии изучали группами. Им рассказали о том, как выстроена работа и показали самые интересные объекты. Сквозь жару пыли облака пара забрались на 32-ю отметку, по пути к турбинам оценили состояние оборудования. Стерильным из цехов не вернулся никто. Угольная пыль осела на руках и костюмах. Новые знания дали пищу для размышлений. Объект жизнеобеспечения, ну вот предельная степень износа, основного продумья. Отсутствие какой-либо производственной нормальной среды, значит, это настороживает. Еще бы не насторожило, ведь депутатам сегодня словно намеренно показали далеко не самые приглядные стороны предприятия. Рассказали, что самый юный бульдозер, который тут работает, выпущен в 1986 году. Даже труба, мимо которой проходил маршрут, зафонтанировала всем своим видом, подтверждая, что общий износ оборудования станции уже 85%. По словам руководства ТГК-14, помимо прочих затрат, необходимость текущего ремонта оборудования съедает весь амортизационный бюджет. Затраты, они сформированы. Какие есть, такие есть. Когда РСТ их признает и понимает, на что это все тратится, дальше остается вопрос, через что их собирать, через какие тарифы. Через юридических, физических лиц, через дотации, через бюджет для того, чтобы поддержать население. Обоснованность тарифов, через которые предприятие будет собирать затраты, сейчас проверяет рабочая группа. Однако пока визит на ТЭЦ оставил у депутатов больше вопросов, нежели подарил ответов. Сегодня то, что мы видели, мы понимаем плохо. А теперь мы хотим понять, почему. И, видимо, хотелось бы увидеть, я не знаю, сбаланс или бюджет, но всегда видеть составляющие. Как формируется он сегодня, для того, чтобы можно было сориентироваться, правильная стратегия выбранная, или она просто традиционная. Выводы, которые депутаты сделали во время экскурсии, будут озвучены на ближайшем собрании группы.